Противоморозные добавки. Все перечисленные добавки одновременно являются и добавками-ускорителями схватывания, и твердения бетонов и растворов. Однако их концентрация в холодных бетонах значительно, примерно в 2-3 раза, превышает ту, которая необходима для ускорения процесса твердения бетонов. При температуре выше нуля в градусе Цельсия. Кроме перечисленных, к противоморозным добавкам также относятся. Карбонит мочевина. Бесцветные кризиссталы. СОНН2 дважды. Хорошо, растворимый в воде. Соединение нитрата кальция с мочевиной НКМ. Нитрит натрия НН. Продукт в виде кристаллов натрий НО дважды белого цвета с желтоватым оттенком, а также в виде водных растворов. Продукт в виде кристаллов натрий НО. Противоморозная добавка в бетон применяется в зимнее время. Поставляется в сухом и жидком виде. Добавки вводятся в бетон с целью воздействия на химические и физические свойства бетона в соответствии с технологическими требованиями. Добавки должны обеспечивать приготовление бетонных смесей и бетонов с показателями качества, соответствующими требованиям проектной и нормативной документацией на данные виды изделий или конструкций. В связи с тем, что при современных темпах развития строительной индустрии, работа на строительных площадках ведутся практически круглогодично. Возникает необходимость выдачи товарного бетона предприятиями при отрицательных температурах. Возникает необходимость выдачи товарного бетона предприятия, Хлористый кальций широко используется в строительстве в качестве противоморозной добавки, а также у строителей твердения для бетонов и строительных распоров. При добавлении хлорида кальция в состав бетона наблюдается термическая реакция, так как вступая в реакцию с водой, реагент нагревает бетон изнутри, способствуя быстрому схватыванию. Также хлористый кальций довольно часто используют в качестве антигололедного реагента для посыпки дорог в зимнее время. Вещество вступает в реакцию с молекулами воды, находящимися в твердом состоянии. Препятствует образованию ледовой корочки, которая представляет опасность для пешеходов и автомобилистов. А также облегчает работу по очистке дорог от снега и льда. Подробнее о использовании хлорида кальция в качестве реагента считайте на странице «Антигололед». Кальций хлористый. При добавлении в раствор или в бетон в количестве 2% от массы цемента имеет следующие свойства. Сокращается потребление цемента на 10% при неизменной прочности и уменьшается времени схватывания в 3 раза. Удваивается прочность однодневного бетона. Увеличивается поверхностная прочность бетона в 1,5 раза. Меньше сколов на изделиях. Лучше товарный вид. Увеличение предела прочности бетона на 10% или 20% при неизменной пластичности и сокращении воды на 8%. Реанимирует лежалые цементы. Добавление хлористого кальция в количестве 1% от массы цемента по влиянию на схватывание цемента равносильно повышению температуры схватывания на 15-20 градусов Цельсия. При этом расходы по использованию реагента на 50 кг цемента менее 100 тенге или 2000 тенге на тонну цемента. Данные свойства подтверждены производственной практикой наших портборов. Показывают, что хлорид кальция наиболее эффективный и экономичный устаритель схватывания и набора прочности. Противоморозные добавки – это химические соединения, позволяющие бетоном и раствором при отрицательных температурах до минус 15 градусов Цельсия. Набрать 30% прочность за счет ускорения гидротации цемента с максимально возможным вовлечением воды затворения. Основное назначение – это сохранение подвижности смесей и 100% прочность за счет ускорения. Увлек Азбата